Ну, во-первых, что же нового в морфологии для клиницистов последние, может быть, 10 или 15 лет? В настоящий момент новая система классификации. Вот эта шкала Глиссона в настоящий момент уже не является самой важной системой классификации. У нас есть классификация Международного общества урологов и СУП, будем говорить. Мы делим теперь на 5 категорий или СУП-1, АИСУП-2, 3, 4 и 5. И старая по системе Глиссона, например, Глиссон-7, теперь также подразделяется на Глиссон-7, 4 плюс 3 или 3 плюс 4. И вот эти две группы абсолютно будут разными. И это видно на этом слайде. Посмотрите, какие исходы. Здесь разные кривые показывают данную классификацию в виде диаграммы. И вся популяция делится на, собственно, 5 таких категорий, четко отличающихся одна от другой. АИСУП-2, например, и АИСУП-3 совершенно другие, как вы видите. А это бывшие Глиссон-7, 3 плюс 4 и Глиссон-7, 4 плюс 3. И новые данные о роли морфологов, морфологии, которые могут показать новые подходы, новые прогностические факторы. И, собственно, у нас есть две дополнительные характеристики морфологические, которые очень важны клинически. И морфологи на сегодняшний день при биопсии или про простатоктомии, вот этот образец, который получают препарат, вы должны, соответственно, определить архитектуру, которая такая очень специфическая для Глиссона степень 4, например. И если есть какой-то интердуктальный компонент, и он не связан, например, со шкалой Глиссон, как мы знаем. Вот на этом слайде, обратите внимание, пожалуйста, Глиссон-грейд 4, то есть 4 архитектуры. И одна из них крибреформная. И, как показано на этом слайде, пациенты с крибреформой архитектуры имеют наихудший прогноз по сравнению с теми, у которых нет этого паттерна крибреформанного. Это важно. Это важно для нас. Для того, чтобы мы знали, вот это плохой прогностический такой показатель конкретной категории. И вот этот интердуктальный компонент, когда и интердуктальный компонент присутствует, и грибреформная архитектура, то, соответственно, прогноз хуже. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь очень небольшое количество пациентов с таким вот интердуктальным компонентом. Это соответствует Глиссону-6. Продолжение следует... И интердуктальный компонент. Вот этот решетчатый и интердуктальный. Вот это все касающееся морфологии. А теперь мы переходим к генетическим альтерациям при раке предстательной железы. Вероятно, вы знаете, что при раке молочной железы, при лимфоме генетические модификации играют очень важную роль. Необходимо это делать для того, чтобы контролировать терапию. Так ли это, когда мы говорим о раке предстательной железы? Очень много мутаций было обнаружено в локализованном раке предстательной железы, но также и при метастатическом распространенном раке предстательной железы. Знаете, очень важно, что мутации локализованного заболевания нет. Так часто встречаются, отличаются по частотности по сравнению с тем, что мы видим при метастатических распространенных раках. Некоторые возникают в момент, когда, например, резистентность возникает. Вот обратите внимание, целый ряд мутаций, которые здесь процесса AR-сигнал. Пять лет назад, например, попытались определить некоторые молекулярные подтипы как определяющие факторы. Всего семь таких молекулярных подтипов. И обратите внимание, примерно 20-25% всех мутаций у них нет этих молекулярных подтипов. Они не включены в эти подтипы. Так что теперь нужно делать больше работы для того, чтобы определить эти 20-25%. Нужно эту работу провести обязательно. Те, у которых сейчас нет точных генетических мутаций. А вот эти семь молекулярных подтипов, но самые важные, это пациенты со слиянием генным. Вот из этого семейства ИТС. И это онкогенные драйверы. Это те гены, от которых зависит пролиферация, резистентность. И так далее. И кроме того, происходит вот эти синтез генов, слияние генов. И вот это семейство генов ИТС, в основном семейство Эрго. И кроме вот этой большой группы, есть еще некоторые другие специфические подгруппы, менее часто встречающиеся. Например, семейство Эспоп, семейство Фокса-1. Слияние генов. Вот это, уже почти 50 лет этой теории происходит слияние генов, которые подвергаются воздействию антрогеновых рецепторов. И один онкоген, и вот это семейство ИТС, которое чаще всего мы видим, и он как раз отвечает за пролиферацию. И такого рода мутации найдены. Они часто встречаются примерно в 50% раков предстательной железы. И что мы знаем на сегодняшний день? Наличие вот этого гена слияния практически не имеет никакого прогностического значения. Как и показано в этом метаанализе. Обратите внимание, пожалуйста, после лучевой терапии, после простатектомии, после всех видов терапии практически нет никакого значения прогностического. Различия в разных исследованиях, безусловно, наличествуют, но прогностического значения не показано никем, зависящего от наличия этого гена слияния, когда мы говорим о локализованном раке. И механизм, вероятно, надо сказать, что просто не имеет прогностического значения на сегодняшний день. Так что, в сущности, что у нас есть? Вот это большое семейство ЕТС, реаранжированное, реорганизованное. И некоторые подгруппы в этом семействе, другие мутации, такие, как, например, вот, делеция ПТН, и, кроме того, ТМПР, СС2, и некоторые другие специфические группы, вот мутации СПОП, например, это примерно в 5-10% рака предстательной железы в момент установления диагноза они присутствуют. Некоторые молекулярные подгруппы, которые ассоциируются, они несколько лучше отхарактеризованы. Например, что касается мутаций СПОП, как правило, они очень часто ассоциированы с еще одной мутацией, потери CDH1, это хеликазный ДНК, и, соответственно, когда и та, и другая мутации присутствуют, то это приводит, в общем-то, к геномной нестабильности очень часто. Оба гена принимают участие в перестановках генома. И примерно в 5-10% мы видим также чрезмерную экспрессию СПИНК-1. Некоторые реже встречаются, но вот это очень важная группа FOX-1, но очень редко они встречаются. Это так называемый белок в виде вот ФОРК-Хедда и транскрипционный фактор. CDH1, вот эти мутации тоже встречаются. То есть эти все мутации очень важны, надо их знать, поскольку они могут иметь какое-то влияние на терапию. Как было показано на этом слайде, когда вы устанавливаете диагноз распространенной стадии, когда проводите биопсию, роль секвенирования генома заключается в том, чтобы найти мутации, которые можно использовать как мишень для терапии. Ну, например, когда речь идет о слиянии генов, может быть, ингибиторы PARP или ингибиторы MEP, например, MET-BET могут использоваться. И, вероятно, они могут улучшить прогноз у этих пациентов. То же самое касается любой другой мутации. Может вполне оказаться, что можно найти препарат для того, чтобы нацелить на какой-то, например, абиротерон, например, на мутацию S-POP может быть нацелено и так далее. Или PI3K. И роль геномного секвенирования – найти мишень для терапии, действенную мишень для терапии. И на сегодняшний день, к сожалению, у нас пока небольшое количество четких, однозначных данных, которые бы показывали, что все эти перестановки, и для них есть терапия таргетная. Работа сейчас проводится, но мы не можем пока так сказать, что для каждой мишени уже есть препарат, который готов к употреблению. Это дело будущего. Что же мы должны делать? Ну что ж, вот сигнатуры геномные. На самом деле, 4 теста есть на сегодняшний день. Они перечислены в этой таблице. Decipher, Oncotype, DX, ProLaris и PAM50. Эти тесты коммерческие, они могут позволить улучшить решения по поводу выбора стратегии терапии. Ну, например, скажем, мы будем выбирать между активным и неактивным лечением. Теперь все эти тесты можно оценить на момент, собственно, когда вот мы берем, когда у нас есть, собственно, образец, и когда мы проводим биопсию. И еще очень важно, такое локализованное заболевание. Как нужно лечить? Какой вид терапии? Может быть, это химиотерапия или хирургическое вмешательство, или лучевая терапия? Или, может быть, можно посоветовать просто активное наблюдение? В настоящий момент мы свои решения основываем на стадии iSup, на основании PSA и на основании возраста. Вот это три фактора. Какие новые биомаркеры могут использоваться? Особенно геномные сигнатуры для того, чтобы дифференцировать, какому пациенту мы можем провести лечение лучше, выбрав тот или иной препарат. Кроме того, я покажу вам один пример. Это онкотайп DX и активное наблюдение. Вот в этой серии, обратите внимание, авторы хотели посмотреть, как можно прогнозировать морфологические характеристики, которые ассоциируются с плохим прогнозом при работе с образцом простатектомии, с препаратом. И таким это, например, iSup3 и или, например, PT3. Онкотип DX улучшает прогностическое значение классических моделей, инструментов, которые использовались до сих пор. Когда вы добавляете к этим классическим методам еще и результаты, полученные с помощью коммерческого теста онкотайп DX, то вы, соответственно, можете получить гораздо больше информации. Например, по онкотайп DX вы получили результат для данного пациента, который показывает, что это не самый лучший кандидат для активного наблюдения. Поэтому такого рода данные на сегодняшний день мы должны использовать для этого молекулярные сигнатуры для того, чтобы можно было бы различать между разными подтипами. Молекулярные сигнатуры помогают выбрать адъювантную терапию. И опять-таки виды терапии понятны, химиотерапия, хирургия, лучевая терапия. И мы также можем говорить о необходимости интенсифицировать местную терапию. И для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, например, вот такой тест, такой, как десайфер, может помочь для того, чтобы решить вопрос об адъювантной лучевой терапии после операции. Ну, например, низкое значение по десайфер. Нет необходимости предлагать адъювантную терапию. Но если высокое значение, то тогда преимущество лучевой терапии, безусловно, есть, кроме просто тектомии, плюс лучевая терапия. Но еще раз, это пока еще должно быть... Видите, ретроспективные данные пока еще не проспективные. Поэтому в настоящий момент, вот в этот момент, пока еще мы не можем утверждать, наверное, что мы можем... Это пока только для исследовательских целей. В рутинной практике пока нет. Но также есть некоторые клинические исследования, которые пользуются этими молекулярными методами. Это очень-очень важно. Вот в США, в частности, мне кажется, и здесь включены все пациенты, вот это исследование с высоким риском, собственно, по NCCN, по этой классификации, высокого риска рак простательной железы. И посмотрели по десайферу. Низкое значение, высокое значение. Деэскалация, интенсификация. Ну, стандартная терапия, кроме операции, это лучевая терапия и также длинная, длительная, очень депривационная терапия, андроген-депривационная терапия. И все это, рандомизация была проведена между классическим видом терапии, то есть лучевая терапия и короткая антиандрогенная терапия. И то же самое только с длительной антиандроген-депривационной терапией. Ну что ж, посмотрите, пожалуйста, в зависимости от значения, если, скажем, значение высокое по десайферу, то рандомизация проводилась между стандартным подходом и длительной антиандрогеновой терапией. И то же самое плюс абиродарон плюс АПА. И вот в этом такие исследования очень важны, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь. Они демонстрируют, что эти молекулярные сигнатуры таким образом дают нам клинические преимущества. Ну теперь, что касается последней части моего выступления, мне хотелось бы остановиться на взаимодействии между андрогеновыми рецепторами и лучевой терапией. Здесь очень много из этого используется в клиническом ведении пациентов. Ну что мы знаем на сегодняшний день? Мы знаем, что андрогенные рецепторы вызывают резистентность к лучевой терапии. Когда мы проводим облучение пациента, фактически мы активируем андрогеновые рецепторы. И активация андрогеновых рецепторов может реализоваться в виде трансляции транскрипционных факторов и активировать некоторые ферменты. Мы также знаем, что после активации андрогеновых рецепторов активируются механизмы репарации ДНК. Это приводит к повышению уровня активности этих ферментов внутри клеток. На этом слайде проиллюстрировано влияние облучения на андрогенный рецептор на основе полученных данных по биологии опухоли. Были проанализированы клеточные линии, имеющие различные уровни экспрессии андрогеновых рецепторов. И было показано, что при проведении облучения, при увеличении дозы облучения, наблюдалось увеличение активности андрогеновых рецепторов. Аналогичные результаты получены в клинике при облучении 227 пациентов, имеющих мутацию КЛК-2, которая представляет собой андрогенозависимый эффект, обладает андрогенозависимым эффектом. Мы видим, что при проведении облучения из-за воздействия ионизирующей радиации происходит уменьшение эффективности лучевой терапии, связанной с повышением активности андрогеновых рецепторов. Это необходимо учитывать при определении дозы облучения. Как известно, лучевая терапия ионизирующая радиация вызывает повреждение структуры ДНК, образование негемологичных связей, а также рекомбинацию гомологичных связей. И эти два механизма играют очень важную роль при повреждении ДНК и при этом при наличии мутации BRCA1, BRCA2, XRCC2 и XRCC3, которые играют очень важную роль и определяют показания к назначению парп-ингибиторов. После активации механизмов репарации ДНК благодаря транскрипционному контролю связанной с активацией андрогеновых рецепторов мы видим роль таких генов, как FNSC1, RAD51, MRE11, XRCC4, а также мы видим, благодаря следствию воздействия ионизирующей радиации активируется парп. Эти гены, активность которых повышается при облучении, оказывают влияние на степень репарации ДНК. Валописан также ген NBN, который также играет роль в активации репарации ДНК. и при активации этого гена во время лучевой терапии мы можем повысить ее эффективность. На этом слайде иллюстрируется этот эффект и в этом исследовании были проанализированы клеточные линии и сравнивали эффект от назначения андрогенных препаратов в комбинации с лучевой терапией и без лучевой терапии. При этом степень репарации ДНК также изучалась после облучения двумя агреями лучевой терапии. И после проведения лучевой терапии удалось добиться улучшения репарации ДСБ, как продемонстрировано в этом исследовании. Самым важным выводом является то, что андрогеновые рецепторы активируют репарационные механизмы ДНК. Существуют четкие биологические показания проведения лучевой терапии. На данном слайде представлено относительное уменьшение количества опухолевых очагов при сравнении группы контроля антиандрогенной терапии, лучевой терапии в дозе 2-грей, комбинации этих двух методов лечения. Данные наблюдения проводились также при анализе относительной, изменении относительной экспрессии ДНК ПК. Итак, при проведении лучевой терапии наблюдается активация андрогеновых рецепторов, активируются репарационные механизмы двухцепочные молекулы ДНК, что позволяет повысить с одной стороны радиорезистентность, с другой стороны радиочувствительность, благодаря воздействию на эти рецепторы андроген-депривационными препаратами гормональной терапии. В этом основной вывод для нас, клиницистов, это то, что не следует ожидать проведения кастрации или гормональной кастрации перед назначением лучевой терапии. Так, в заключение, я хочу сказать, что в настоящее время классификация опухоли должна проводиться на основе версии классификации, предложенной международным обществом уропатологов. И также необходимо учитывать наличие крибреформной архитектуры опухоли и наличие интродуктального компонента. В настоящее время активно проводятся исследования в области молекулярной таксономии свойств опухоли и изучаются молекулярные сигнатуры опухоли. Пока не все из них имеют клиническое значение. В настоящее время мы активно ждем результаты исследований, которые проводятся в настоящее время, которые позволят, как мы надеемся, повысить результаты лечения. Между лучевой терапией и андрогеновыми рецепторами существует четко показано взаимодействие, и резистентность к гормональной кастрации является четким показанием проведения лучевой терапии. Спасибо за внимание.